Сегодня у нашей краине завершаются дни детячей и юнацкой книги России. В рамках этого проекта Гомель наведали российские девчима статства к провести творческие встречи и презентации у навыкшальных установок города. На их побывали наши корреспонденты. Его песни ведают и любят как малые, так и дорослые. Композитор и кинематографист Игорь Гладков является рекордсменом книги рекордов Гиннеса России по колькости выпущенных альбомов с песнями для детей. У Гомель и он бывал некольки разов, а у Гэты наведал гимназию номер 14. Как порадовать своей творчестью, я ее учнял. Дети дружно подпевали автору с залы, а песню до мультфильма «Пластелиновая ворона» выконывали з'ем на одной сцене. Гимназисты у свою чергу выступили с вершами, а Игорь Гладков аккомпанировал им на гитары. По словах композитора, поэзия и музыка связаны из-за усёды и дуть побач. Я читал, что во Франции стихи без музыки, они вообще не нужны никому. Просто уже на обочине где-то, потому что интернет все забил. Но положенные на музыку, они становятся известными и популярными. То же самое у нас. Песни «Из иронии судьбы», например, с музыкой Теревердиева. Или вот Андрей Петров писал музыку к фильмам Ильдара Рязанова. Поэтому мы музыканты, мы служим поэзии, слову. А кроме Рыгора Гладкова, у Гумель с творчими сустречами приехали мостак-иллюстратор Юрий Богачоу, письменница Ирина Богатырова и литератор и сценарист Светлана Волкова. А пошня, до речи, была лауреатом первого международного конкурса имя Сергея Михалкова на лепшем мостатский твор для подлетков. Сё лето и он проходит у сёмый раз. В сентябре этого года был объявлен седьмой международный конкурс. Статус его повысился, потому что понимаешь, что получая рукописи из других стран, надо что-то делать, привлекать и тех людей, которые хотят участвовать. Поэтому он международный. Эту идею поддержал МИД России. И, естественно, помимо статуса у нас повысились и премиальные денежные вознаграждения. Удельником конкурсу может стать полнолетний аутур, який написал твор для подлетков в возрасте от 12 до 17 годов. Отправить свою работу треба до 10-го снежня этого года. Оценивать ей будя профессийные и молодёжные журы. А кроме диплома, медалей и грошовой узнагороды, переможцы отримают право на выдание книги. Дарый, конкурс имя Сергея Михалкова уже допомог выездить в свет больше, чем 50 выданиям. Ганна Коральчук, Александр Лупиненко, Василь Осипцов, Игорь Марышенко, Теллер, Радоэ компания «Гомель».